Девушки отдыхают Приближается 11 сентября. День, когда вся американская нация и весь мир скорбит по погибшим в трагических событиях 2001 года. Утром этого дня, 7 лет назад, 19 террористов захватили 4 рейсовых пассажирских авиалайнера. В ходе теракта были разрушены башни Всемирно-торгового центра, в результате чего погибло около 3000 человек. С тех пор было принято много попыток осмысления трагических событий, в том числе и в искусстве. Среди них лирическая мультипликация известного выдающегося скульптора и графика Михаила Рева. Его работы находятся в музеях Украины, Италии, России, США и Франции. 10 сентября 2001 года Михаил Рева прилетел в очередной раз в Нью-Йорк. Он остановился у друзей в самом центре Манхэттена и наутро стал свидетелем драмы 11 сентября. Свои переживания он отобразил в эмоциональной графике. Памяти жертв 11 сентября посвящается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На прошедших выходных в американском бокс-офисе развернулись традиционные сумасшедшие гонки. К счастью, все обошлось без жертв и пострадавших. Прямо сейчас вручаем медали и денежное вознаграждение самым популярным участникам марафона. Говорим о фильмах лидера кинопроката по Америке. Замыкая тройку лидеров максимально стойкий «Темный рыцарь». Кристофер Нолан и его брат Джонатан Нолан, который является соавтором сценария фильма, отдали дань легендарному американскому супергерою Бэтмену. В результате получилась картина, представляющая собой больше криминальную драму, нежели приключенческий фильм со спецэффектами. Кристофер Нолан и его команда выбрали очень мрачный материал для своего экшена, однако они взялись за него без колебаний. Результат их работы действительно впечатляющая картина, но, как говорится, нет предела совершенству. Порой кажется, что фильм перегружен экшеном, который забивает логику повествования, порождая зрелищную бессмысленность. Но, чтобы не говорили критики, решающее слово всегда за зрителем и бокс-офисом. Рекордные сборы Бэтмена во всем мире свидетельствуют о том, что «Темный рыцарь» — это не только лучший фильм лета, но и лучший фильм года. На прошедших выходных копилка ленты пополнилась 11 миллионами долларов, доведя общую кассу до 504 миллионов. Третье место. На втором месте американский зритель воздвиг «Вавилон. Наши эры». Это антиутопия европейского режиссера Матье Кассовиц, вошедшего в список главных киноожиданий 2008 года. Речь в фильме идет о генетических манипуляциях с человеческим организмом. Мафия, царящая в Восточной Европе, доверяет бритоголовому наемнику-герою деликатную миссию — перевести из России в Нью-Йорк загадочную молодую девушку по имени Аврора и передать ее в руки могущественного религиозного ордена. Но он и не догадывается, что в клиентке сидит вирус, представляющий огромную опасность. Новый фантастический экшен блистает не только красивыми спецэффектами и масштабными сценами, погонями на снегоходах и даже северным сиянием, но и хорошим актерским составом. В главных ролях — брутальный и харизматичный Вин Дизель, а также Мелани Тьерри, Дэвид Белл и Джерарди Портье. Казна «Вавилона. Наши эры» в премьерный уикенд составила 12 миллионов долларов. Второе место. И вновь американский бокс-офис отрисается от тропического грома. Такое явление, кроме как катаклизмом, не назовешь. Невероятно, как такая недалекая комедия может удерживать за собой первенство вот уже третью неделю подряд. Поскольку лента откровенно высмеивает Голливуд и киноиндустрию, то главным украшением картины, несомненно, является неслабая доля здорового цинизма. Благодаря чему кино получилось очень жизнеутверждающим. Достоинств в фильме немного, но одно из них — это актеры. Бен Стиллер, Дауни Младший, Джек Блэк и сотоварищи, несомненно, валяя дурака, но делают это весьма мастерски. В последнее время комедии требуют от зрителя невзыскательности и небывалой толерантности. Жанр становится полживым трухом, и давно пора установить квоту на просмотр одной-двух комедий в год, не более. «Солдаты неудачи» посмотреть, пожалуй, можно, но только в моменты жуткой депрессии, чтобы понять, что у вас, оказывается, не все так плохо. На третьей неделе проката комедия заработала 14 миллионов долларов и вновь отвоевала «Золотой трон». Первое место. В вопросах хорошего культурного отдыха «Лучший советчик» — это наша афиша. С 19 по 24 сентября пройдет восьмая ежегодная неделя российского кино в Нью-Йорке. В программе кинофестиваля будут представлены лучшие новые фильмы из России, среди которых мистическая драма режиссера Кирилла Серебренникова «Юрий в день», шпионская комедия в стиле Мэлла Брукса и «Братьев Цукеров», с явным отсылом к легендарному сериалу про Штирлица «Гитлер Капут». Приключенческий триллер «Индиго» с участием Михаила Ефремова, Марии Шикшиной и Гоши Куценко. Фильм «Пленный» Алексей Учителя, получивший приз за лучшую режиссуру на 43-м международном кинофестивале в Карловых Варах. Все фильмы кинофестиваля будут транслироваться с английскими субтитрами. Актеры, режиссеры и продюсеры большинства представленных фильмов приедут в Нью-Йорк для встреч со зрителями. Торжественная церемония открытия восьмой недели российского кино в Нью-Йорке пройдет в кинодворце Зигвелл Театр 19 сентября. Подробную информацию смотрите на сайте russianfilmny.com В прошлом выпуске вам предстояло ответить на следующий вопрос. Какой известный актер мастерски перевоплотился в сумасшедшего гения Джона Нэша в 2001 году в фильме «Игры разума»? Конечно же, многие узнали в образе известного ученого, не менее известного актера, Рассела Кроу. Быстрее всех ответил Данил Лепницкий из Сан-Хосе, Калифорния, за что ему достается замечательный подарок и все лавры победителя. Наши поздравления. Самое время в очередной раз побороться за звание чемпиона и, более того, получить в подарок сборник лучших песен известного певца и композитора Валерия Сюткина, а также эту открытку с эксклюзивным автографом самого исполнителя. Будьте внимательны, сегодня вас ждет вопрос из категории «Питер.ФМ». «Питер.ФМ» – это не радио, это кино. Именно так звучит под заголовок к одноименной романтической комедии 2006 года режиссера Оксаны Бычковой. Фильм представляет собой трогательный телефонный роман, при котором его героям никак не удается встретиться на красивых улицах Питера. Внимание, вопрос. Какая известная российская группа исполнила саундтрек к фильму «Питер.ФМ», который полюбился не только кинозрителям, но и всем меломанам? Варианты ответов. Чечерина, Город 312, Виагра, Астудия. Свои варианты ответов прямо сейчас присылайте на наш электронный адрес artnavigator.com или звоните по телефону 646-292-0208. Постарайтесь ответить как можно быстрее, поскольку приз достанется тому, чье сообщение окажется первым. Удачи! На этом я с вами прощаюсь до следующей недели. Пока есть возможность, заряжайтесь светлой энергией и отличным настроением от солнца, пусть уже и осеннего. Желаю вам насыщенных, красивых, романтичных выходных. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова